Первое зачало Евангелия Матфея, которое иногда хочется пролистать, потому что не каждый понимает радость чтения, перечисления неизвестных имен. Но это так же, как для непосвященного нет смысла читать телефонную книгу. И в Библии из таких книг немало мест. Там книга чисел, перечисления Израиля по родам, по коленам, вышедшихся из Египта и прочее. Там очень много таких нотариальных списков. Но когда знаешь эти имена и понимаешь, зачем это, то там возникает интерес и радость. Во-первых, история длинного ожидания пришествия Мессии в мессианском богоизбранном народе делится Евангелистом Матфеем на три части. От Авраама до Давида, от Давида до Вавилонского плена и от плена до, собственно, прихода Мессии. Во всех этих трех периодах по-разному управлялся народ Божий. От Авраама до Давида управлялся пророками, патриархами и харизматичными лидерами, которые получили название судей. Они не судили Израиля всегда, они восставали, как богатыри, как у нас, Минины и Пожарские. Это наши судьи своеобразные. Для того, чтобы избавить народ от засилия чужеземцев, который, в свою очередь, был наказанием за грехи. То есть были судьи, патриархи и пророки в первом периоде. Потом были цари от Давида до плена Вавилонского, а потом после Вавилонского плена уже не было царства и замолкли пророчества. И управляли народом священники. Священство взяло в руки всю, так сказать, административно-судебную функцию и учительную, и они формировали сознание народа. В общем-то, он был и сформирован, по сути, в это время, как мы его знаем до сегодняшнего дня, еврейский народ, религиозными сектами, самая сильная из которых была фарисейская. Вот это был третий, последний период. Как нам объясняют люди, просвещенные свыше, все эти три периода, как вообще все Писание, говорит о Господе Иисусе Христе. Поскольку он есть пророк, и он есть царь над царями, и он есть священник. Поэтому вот три священных периода, в которые евреи жили под разным водительством, грешить не переставая. То так, то иначе, значит, грех жил в человеке неистребимо, и закон его то связывал, то наоборот давал ему силу греху. Потому что без силы закона грех безмолвствует, а когда приходит заповедь, грех оживает. Если вы это понимаете, там Павел пишет, что закон пришел и грех ожил. Грех ожил, а я умер. То есть, когда нет заповеди, грех не замечается. А когда сказано, не думай об этом, а ты думаешь, и не можешь себя остановить. Говорит, не смотри туда, а ты смотришь и не хочешь отвернуться. Не бери этого, а ты берешь, и тебе нравится. Пока нет заповеди, грех как бы и не замечается. Когда пришла заповедь, заповедь это же не исцеление человека, заповедь. Заповедь это рентген. Рентгеном не лечится. Рентген просвещает человека и показывает, что где болит. А потом уже нужно найти, что болит, и лечить его. А сам рентген ничего не лечит. И вот эта заповедь, она как бы обличает живущий грех. Говорит, не думай так, не говори так. Полюби этого, смирись перед этим. Не хочет человек? Не хочет, у него не получается. И грех как бы вытаскивается на суд, но и получает силу. Вот этот грех не был истреблен ни при патриархах, ни при царях, ни при священниках. Для того, чтобы пришел настоящий царь, настоящий пророк, настоящий священник. Господь Иисус Христос. Пророчество – это не угадывание будущего. Это не прорицание и не предсказание. Это попутный товар в деле пророчества. Значит, пророки, конечно, могут сказать то, что будет со временем, если Бог им это откроет. Не как сон свой, не как фантазию свою, не как желание свое, а как если Бог откроет. Но это не дело пророка. Пророки – это люди, которые возвещают истинное богопочитание и сокрушают духовных идолов. Вот, например, если уверуют люди, что смысл жизни в наслаждениях, в комфорте, и будут кланяться как бы повседневно идолу богатства, идолу комфорта, идолу наслаждений, это не будет иметь характер богослужения, это будет просто образ жизни. Просто люди будут служить наслаждению, комфорту, удовольствием. Это будет ложный образ жизни. Ну, вот то, что мы видим сейчас – ложный образ жизни. И пророком будет тот, кто научит человека соблюдать пост, воздерживаться в своих желаниях, не все на себя тратить, а половину бедным отдавать, и вообще вести жизнь умеренную и строгую. Вот кто научит этому, тот будет пророк. Не нужно предсказывать ничего, нужно вернуть человеку здравый ум и сокрушить духовных идолов, то есть ту ложную веру, которая живет в людях. Вот это есть дух пророчества. А если попутно человеку откроется нечто о будущем, и он скажет это, и оно потом исполнится, это будет именно попутный, так сказать, вторичный товар от главного богатства, которое есть у пророка. Это горячая вера, могущая назидать и укреплять других. Таким пророком является Господь Иисус Христос. Кстати, когда, допустим, в исламе же его не считают, нет веры у них, что он сын Божий, отцу равный во всем, что он есть Мессия, Господь, они считают его пророком. Врут они в этом? Не, не врут, он пророк. Но только это не вся правда, это часть правды, потому что он еще и царь, и он еще и первосвященник вовек, по чину Милхиседекову. Вот это уже полнота, так сказать, представлений о Господе Иисусе Христе. Ну а дальше уже личное познание Его благодатное. Итак, Господь наш Иисус Христос пришел в том числе для того, чтобы упростить представление о законе Божьем. У евреев была такая тема, которая звучала примерно так. Выстраиваете изгородь вокруг закона. В их представлении закон это был чистый родник. А куча заповедей, которые вы, может быть, знаете, вот эти все там, как руки мыть, как бороду стричь, не стричь, куда повернуться, как одеться, значит, что есть, что не есть, эти миллионы предписаний, сознательно, сознательно выстроенные вокруг смысла закона, мудрейшими людьми Израиля. То есть они сделали это специально. Они прекрасно понимали, что суть религии не в том, чтобы вот так руки мыть, значит, и вот так штурки завязывать, хотя все это оговаривается у них. Дело, конечно, не в этом. Дело в том, чтобы сердце Богу отдать, ближнего полюбить, страсти по своей побороть и вступить в другую жизнь. Они, конечно, сами понимали, но они сказали так. Люди безумные, буйные, примитивные, и они, когда ворвутся в этот чистый источник, они как дикие мулы растопчут его копытами своими, помутят всю воду, ничего не поймут, только всем повредят. Поэтому они сказали, давайте построим плотную, колючую изгородь вокруг закона, чтобы там были тысячи заповедей, чтобы там глупый, чтобы всю жизнь с теми мелочами разбирался, а умный, чтобы понял суть. Он говорит, ну а как же, тогда будут спасаться очень малое число людей. Говорит, ничего страшного, Мессия придет и все исправит. Так они сказали. Мессия пришел и все исправил. Мессия пришел и сказал, его спросили, а какая заповедь большая в законе? А их там 613, плюс дополнения всякие туда-сюда, там миллионы, короче, натуральные миллионы. А он сказал, есть две заповеди. Любить Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением. А ближнего, как себя самого. В этих двух заповедях весь закон и все пророки помещаются. Вот это дух пророчества. Это Господь действует как пророк, упрощая, объясняя, проводя прямые пути к богопознанию, отметая лишнее, убирая ложное. Это пророчество. Он пророк. Аминь. А потом он еще царь. Как и откровение Иоанна Богослова изображает его царь царей и великий архиерей. Он царствует. Его одежда забрызгана кровью. Там в одной из глав апокалипса ближе к концу. На белом коне скачет всадник, у которого одежда забрызгана кровью. На бедре у него написано «Царь царей и Господь господствующих». Из уст его исходит острый меч. Он поражает этим мечом народы. И главный его объект поражения – это лжец, обманувший всю вселенную. Ну и те, кто поверили ему. Это грядущие, эти апокалиптические, это армагеддонские битвы. «Христос – великий царь». Его Пилат спросил «Царь ли и ситы?» Он не отрекся, что он царь, только добавил, что «Царство мое не от мира сего». Если бы царство было от мира сего, то слуги мои подвязались бы за меня. Мы на литургии, слушайте внимательно. Вот есть такая вещь, как возглас. Дьякон дьяконствует, хор поет, потом священник говорит «Якоподобает тебе всякая слава, честь и поклонение». Это очень важные слова. Если вы их почувствуете, силу их, это вообще, это просто, это небо. «Подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну, что на Духу». И там есть такие возгласы. «Ибо Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Сына и Сына и Духа». Действительно, у Господа царство, Он есть царь. И Христос пришел на землю и в том числе основать свое царство. И мы подданные великого царя. Осознаете ли вы, возлюбленные о Господе, что вы находитесь на службе у царя Христа, что вы его оруженосцы, что вы его мини-зингеры. То есть вы на привале услаждаете его пением, вы готовы драться за него, вы носите за ним, так сказать, регалии его побед. Ну, крест Господень – это вообще, это триумфальное орудие его всемирной победы. У нас он на груди, на теле, над нашими храмами. Это мы, как оруженосцы Господа, мы носим за ним его триумфы, его, так сказать, заслуженные победы и знаки этих побед. И мы служим его, исполняя его законы, прославляя его имя, хваляя его, любя его, никому больше не служа, никому больше не кланяясь. Царь мой Христос, вот унесите с собой хотя бы это сегодня. Мой Царь Христос, и я служу Царю Христу. Я его маленький служка, я Санчо Панца, этого великого небесного Дон Кихота. Я служу ему, я за ним хожу и прославляю его имя. Это очень важно. Он царь, настоящий царь. А если вы почитаете историю от Давида до плена Вавилонского, сколько там было царей, и ужасных, и таких, как, допустим, Монасия, и прекрасных, типа Иосии, как это все там перемешано, там тоже эта история скрыта, история об ожидании настоящего царя. Потому что при хороших царях люди умудрялись быть все равно плохими, ну а при плохих они просто массово превращались в идолопоклонников. И вот пришел настоящий царь, Рождество которого православная церковь в ближайшие дни весело и со слезами радости отпразднует. И, наконец, Господь Иисус Христос есть первосвященник, который приносит самого себя. Как говорит Слово Божие в литургии, он есть приносящий и приносимый, и принимающий, и раздающий. То есть он есть первый и последний, начало и конец. Все в нем и им и от него. Он сам себя приносит и принимает жертву, и раздает нам себя в евхаристических дарах. Священники обычно приносят что-то чужое. Древние священники брали невинное ягня, или там вала, или голуби откручивали голову по закону, выцеживая кровь, обдирая перья, там и сжигая его там по ритуалу. Они что-то другое приносили, не себя. Христос священник вовек, по чину Милхиседекову, надо это будет отдельно к нему объяснять, который принес сам себя. Он есть агнец, и он же есть первосвященник. То есть он священник, приносящий до агнета непорочного себя самого. Со своей кровью вошел во святое святых, пред лицо Отца, ходатайствовать о нас и обещать нам вечные блага. Архиерей грядущих благ. Таким образом, сегодняшнее чтение, это длинное родословие, это ожидательная, так сказать, изображенная история богоизбранного народа, есть для желающих. И еще один повод устремиться к познанию Господа Иисуса. Потому что самая главная наука нашей жизни – это познать Христа. «Познайте Бога», – говорили древние пророки. «Будем стремиться познать Его. Как утренняя роса на иссохшую землю Он придет к нам и прохладит и остудит наши разгоряченные души, успокоит и помилует, простит и исцелит. Он придет к нам и исцелит и помилует. К каждому отдельно придет и ко всем вместе. День страшного суда. Но наша задача – познавать Иисуса, познавать в любви и укрепляться в познании, чтобы мы знали Его как царя, знали Его как учителя. Он сам сказал, говорит, у вас нет больше учителей. Один у вас учитель – Христос, и один у вас отец – Бог. Это вообще величайшая свобода, которую Господь Бог даровал вообще человеческому роду. Он все упростил, дал простейшие заповеди и сам их исполнил. И все нам дал, как бы разжевал и в рот положил. Он наш учитель, он наш пророк, он наш Рави. Его же так называли вначале. Рави, где же Веши? И так далее. И Мария к нему бросилась к воскресшему в ноги, закричала – Равуни! То есть он наш Равин, он наш учитель, он наш пророк, он наш наставник. У нас больше нет учителей. Он. А в нем уже его младшие братья и помощники. Он наш царь. У нас должно быть монархическое сознание, у нас должно быть желание послужить своему царю. Знать его волю, защищать его имя, его именем хвалиться, его имя на себе носить и идти за ним, куда он пойдет. То есть буду идти за тобой, куда ты пойдешь. И он наш первосвященник. А уже в нем священствуют уже люди, сменяемые законом смерти, роду по роду, потому что одному священнику пребывать на земле невозможно. Но у нас есть один вовеки священник на небе, который стоит пред Отцом в своей крови, со своей кровью, ходатайствуя тех, которых он искупил. Вот вам сегодня, если хотите, из этого огромного по глубине текста, о котором можно говорить бесконечно буквально об этом 42-именном трехчастном родословии. Совершенно бездонная тема. Но мы унесем вот эти три вещи. Христос мой учитель, и других у меня нету. Христос мой царь, я больше не хочу никому служить. И Христос единственный и настоящий, вовеки живущий первосвященник, не боящийся больше ничего, ни греха, ни греха никогда не боялся, в нем нет его, а уже не боящийся и смерти, потому что он ее однажды за нас претерпел. И он ходатайствует о нас в Духе Святом словами неизглаголанными. Познавайте, познавайте всем сердцем воскресшего из мертвых Иисуса Господа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok